всем привет мои хорошие немножко еще раз расскажу подробнее книжки потому что некоторые спрашивают нужна ли мне твоя книжка что я там найду как не пользоваться как она устроена на разбита на 10 разделов разделы также скажем так сгруппированы и разделены по цвету и так у нас есть такая небольшая табличка где фаленопсисы разбиты по секциям это нужно для того что например вам нравится какой-то фаленопсис вы можете посмотреть какой секции он относится где примерно эта секция распространена немножко описание и вы сразу же можете посмотреть какие еще фаленопсисы относятся к этой секции и выбрать себе подобные если вам кто-то нравится дальше идут идут таблицы с основными характеристиками и вот вы можете найти свою орхидею которая вас интересует где она растет посмотреть температурные режимы также посмотреть высота на которой она растет что тоже очень важно потому что это влияет и на температуру на влажность на свет на все также посмотрите какой свет примерно нужен вашей орхидеи диапазон так вернее вашему фаленопсису так дальше идут места обитания таблицы и здесь мы с вами более подробно ознакомимся с местностью где растет орхидея то есть мы не просто считаем что она встречается в восточной центральной яви например саровак и суматра как фибриата но также можем прочитать что встречается на горных перевалах и на горе кинобалу растут литофит на на известняковых скалах и эпифит на их можно найти на южных восточных склонах где они подвержены яркому отраженному свету в низинах при более теплых температурах этот фаленопсис не выживает вот такая вот информация и к размышлению и так расписано по каждому фаленопсису вы можете посмотреть и подкорректировать свои условия дальше идет раздел про фаленопсисы с периодом покоя здесь описано какие изменения рекомендуется для этого фаленопсиса в период изменения ли в температуре в свете полевым и удобрением а также дополнительно идут различные комментарии которые вам могут помочь и вот так вот расписано также тут расписано про например листопадные фаленопсисы и как в период покоя можно скорректировать условия чтобы они не листопаде ли и к чему приводит листопадность скажем так дальше у нас идут хитрости выращивания здесь более подробно рассказывается про влажность про полив про удобрение про свет про температуры различные тонкости какие-то подводные камни которые заметила я или кто-то другой также подметил собрано много информации всякой разной тоже очень интересно можно почитать такой длинный длинный раздел как видите хитрости выращивания очень много всего написано вот например написано что фаленопсис лобби отказ от периода покоя не влияет на цветение если все остальные условия соблюдаются этот фаленопсис домашних условиях очень часто тяжело и долго восстанавливая свою зеленую массу и может отказаться от цветения на 2-3 года вот так вот всякие такие советики как видите работа проделана очень большая здесь вот это наверное моя самая большая таблица который много всего интересного есть дальше у нас идет таблица по цветению отдельно то есть чтобы вы например не перечитывали не искали это все в предыдущих таблицах вас не цветет какой-то фаленопсис вы открываете таблицу цветение и здесь указано что влияет что стимулирует цветению именно этот фаленопсис и идет разбивочка по температуре свету и другое если это другое есть и как-то влияет так вот такая табличка она уже отличается по цвету дальше идет табличка фаленопсисы и освещение здесь идет разбивочка на освещение ниже среднего умеренное или среднее и яркое и сгруппированы например есть фаленопсисы которые подходят сразу по две категории которые могут расти при освещении чуть ниже среднего и при умеренном и также мои комментарии к этому всему все что я нашла переварила смогла собрать заметила сама так вот все это конечно же написала и указала дальше у нас идут очень полезные таблички не только для фаленопсисов но в принципе для всех орхидеи также домашних растений потому что это элементы и зачем они нужны здесь идет разбивочка на функциональные элементы и кирпичики я их назвала то есть это вещества из которых орхидея будет строить так и вот они две колоночки название и описание зачем нужен каждый элемент на что он влияет что он стимулирует кратко самое основное но вот вы можете посмотреть и если у вас чего-то не хватает вашей орхидеи у вас что-то не получается то можно собственно посмотреть и понять что вам нужно давать что вам нужно улучшить так вот такая и следующая табличка тоже касается элементов здесь вы можете посмотреть что случается когда у вас нехватка определенного элемента и когда у вас переизбыток потому что переизбыток тоже бывает и переизбыток это тоже нехорошо поэтому если у вас есть какие-то проблемы или вы подозреваете что вы чем-то недокармливаете или перекармливаете вы можете почитать посмотреть и определиться и последняя табличка, это такой вот обзор способов полива, основных для орхидеи. Здесь название, потом есть некоторые поливы, которые получилось разделить скажем так, на подгруппы. Описана суть, собственно, как этот полив осуществляется, выглядит. Так, общая характеристика и на что стоит обратить особое внимание. Такие мои комментарии. Кстати, видео на моем канале выходит про полив. Тоже можете посмотреть. Рассказывается и быстрее, чем почитать. Вот так вот и сможете узнать мое мнение об этом. В принципе, я не считаю, что прям какой-то полив, прям страх нет. Прям ужас-ужас. Какие-то поливы мне не нравятся в моих условиях. Какие-то, я считаю, не сильно вариантом для орхидеи. Но если у людей действительно растет, они действительно могут вам показать результат. то почему бы и нет. На этом все. Все, книжечка закончилась. Вот такая вот. Вышла полезная. Я себе, конечно же, экземпляр один оставила. И я на самом деле его все время листаю, перелистываю, что-то подсматриваю. Но буду заканчивать. Уже такое длинненькое вышло. Я надеюсь, оно вам было полезно. Я надеюсь, оно поможет вам определиться, нужна вам такая книжка или не нужна. У меня еще несколько с первой партии печати осталось, поэтому можно купить в бумажном варианте. Кто хочет в электронном, может купить в электронном. И всем, спасибо за просмотр. Пока-пока.